Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо. С вами Роман Карасев и сегодня гость нашего интервью профессор, доктор медицины Зураб Кахабришвили. Здравствуйте, Зураб. Мы с вами встретились сегодня на чемпионате мира по самбо в Ереване. И мне очень приятно, во-первых, было с вами познакомиться и увидеть, что вы очень, ну как это и всегда, такой веселый и жизнерадостный грузин. Так можно сказать, да? Олицетворяете солнечную Грузию в полном объеме. Но и самое важное, вы доктор, врач, лекарь. Вы помогаете людям справиться с их сложностями по здоровью. И, конечно же, первый вопрос – здоровье. Что, на ваш взгляд, это? Здоровье – это, наверное, самое главное, когда и в кастах говорят. У нас, как бы сказали, в Грузии, в Кавказе, везде. Это самое главное слово. Потому что, когда человеку желаешь добра, и первый говорит, что было здоровье, был мир, да? А на здоровье надо следить. А кто не следит, мы для этого и существуем, чтобы потом превенциями и какие-то реабилитационными вопросами потом занялись. И я считаю, что здоровье – это, что Бог дал, но надо соблюдаться. И режим, где-то стандарт, и а кто не соблюдает, потом величие. Бесспорно, физическая культура, как один из методов поддержания здоровья, очень важны. Но физическая культура имеет много, так сказать, направлений. Одно из направлений – это спорт. Есть еще профессиональный спорт. Вот все говорят, зачастую, что профессиональный спорт наносит некий урон здоровью человека. На ваш взгляд, как делать так, чтобы профессиональный спорт не наносил слишком серьезный урон для здоровья? Вот по вашему опыту вы много лет работали и работаете, продолжаете и со сборными командами Грузии, и были на всех Олимпийских играх. Как сделать так? Хороший вопрос. Знаете, это надо начинать с всего детского возраста. Есть детский спорт еще, школьный, массовый спорт, спорт, вещи, достижения, студенческий спорт. И я всегда говорю, что надо начинать с исследованием, официальным исследованием, диспансеризацией, которое было давно. Ну и часто они тренера не сознают, что это надо начинать с корней. Знаете, дети должны обследовать их антропометрию. Элементарно иногда бывают проблемы из-за того, что никто не смотрит плоскостопие. Неправильный ход, неправильный супинатор, неправильный обувь. Ходьба. Она потом уже действует на миши, на позвоночник. Вот от этого надо начинать. И чтобы достичь спорта, уже вести достичь, надо обязательно, чтобы врач, родитель, детском возрасте и тренер, они вот как треугольник сделали. Без этого нельзя. Мы должны давать родителям и тренерам рецепт. Что этому человеку, этому парню, этому девочке надо правильно выбирать спорт. Нельзя, чтобы родители хотели, чтобы именно на футболе, на хоккей, на дзюдо. Я так скажу, что надо ребенка отравлять любовью этого вида спорта. И смотреть уже здоровье. Как он будет смотреться в этом виде спорта. И организм, функционально, физически готов для этих... Ну, если профессионально. Профессионально, да. Для чего мы продолжили. А вот вы, когда вопрос задаете, я всегда это говорю тренерам, знаете, сейчас в спортивной медицине очень много таких хороших возможностей, чтобы помочь. В хорошем смысле помочь. Потому что я всегда говорю, что социальный вопрос это самый главный. Потому что может человек хорошо тренируется, он талантный. Но когда тренер дает ему какие-то указания, а кто спрашивает потом их, сколько он колораж, он дома может это восстановить или нет. Потому что социальный вопрос, это на финансах идет. Я считаю, что государство должны программы специально делать для детей. Раньше очень много стран делали это дело. И после этого уже хороший отбор, а уже спортсмен, молодой человек, который и кадетов, и университет, и потом уже молодежь уже правильным путем идет на этой вершине, которая есть уже Олимпиада. И мир, и Европа. Так что и пищевые добавки надо правильно принимать. Нельзя, чтобы кто-то услышал, что какой-то спортсмен выиграл эти протеин, допустим, или какие-то аминописицы. Нет, правильно надо. Что и страты, надо правильно восстанавливать. Да, когда кому надо белки, кому надо голливуды, кому что-то. И вот это сейчас спортивная медицина очень хорошо. Главное, что слушается, понимаете. Слушается того, от кого хотят принимать эту энергию, эту ауру, эту карму. Понимаете, вот это надо создавать. А в это время я всегда говорю, что не хочу, чтобы так получилось, но когда выигрывает, выигрывает тренер. А когда проигрывает, проигрывает медицина. Значит, надо медикам делать то, чтобы дружить с тренерами вместе и создавать эту программу вместе. Понимаете, потому что иногда есть вот рамы, которые прячут спортсмена. Но когда ты правильно подходишь, и там есть самый главный, который когда меня учили. Тактика, техника, физика, функция, психология. 100% и все невозможно иметь. Но человек должен говорить, я проиграл. И надо на судью, на погоду, на мороженое, на массажистовое. И после этого эти проценты, когда ты скажешь, что я проиграл, я виноват, уже ты можешь уже собрать и анализировать. Вот такие спорты тогда и становятся большими спортсменами. Вернемся из большого спорта ближе сюда к детскому спорту. Ну такая, наверное, все-таки проблема не только для меня, а вообще мировая проблема форсирования спортивных нагрузок. Сейчас зачастую многие виды спорта борются за каждого, так сказать, живого организма, за каждого ребенка. И зачастую пытаются уже в раннем возрасте его специализировать. Нагрузки делают, не соответствующие возрасту, не соответствующие физиологическому развитию. А мы знаем, что каждый возраст – это этап определенного физиологического развития. И что можно в одном возрасте, нельзя в другом и так далее. На ваш взгляд, как и что должен в первую очередь делать тренер, чтобы убрать вот эти побочные эффекты, которые могут в конце концов привести к нарушениям здоровья, травмам, не только, так сказать, тела, но и внутренним? Вот для этого, я хочу сказать, что диспансеры взять, и надо получить рецепт, диагноз, анамнез. Есть сегодня очень много технологий, которые тебе дают возможность обследоваться. Я, допустим, вот сейчас после соревнований, у меня программа сейчас нашего города, потому что сам наш мэр футболист, и мы делаем так. А какой город? Табилиси. Смотрите, я не говорю об олимпийцах, я говорю о детском возрасте, что меня интересует. И родители успокоились. Я уже начал это два года, делаем. И программа такая, что антропометрия, лоскостопие, астоматолог, фокталмолог, лор, астоматолог. Мы делаем перед нагрузкой, после нагрузки кардиограмму и специфично эхокардиографию. Знаете, сколько я на несколько процентов, несколько манков было там. Значит, мы решили судьбу, что этот человек, этот парень не должен продолжить, или поменять ему спорт. Мы селекцию тоже помогаем, понимаешь? Это не формально. Не надо, что вот когда идет тренер или родители, чтобы взять медицинское заключение, это не должно быть формально. И чат славится, эта бумага все вынес. Нет, надо узнать, что в организме. И после этого уже никаких проблем не будет. И правильно назначать тренировку. И знаете, я вот всю жизнь тренировал, сам тренером тоже был, дзиудаистом и самбистом. Я тоже был откровен. И потом продолжил это дело. И знаете, я даже начал обследовать потом ход. Потому что после тренировки человеческий организм 80% вода, да? Вот почему начинается судороги? Почему вот эти крампы? Я плавал, и меня по-другому учили. А потом, когда функционально, специфические тренировки вместо этого делаешь, узнаешь, что в физиологическом организме, что когда дает тебе энергию. Край существует, то есть, как, ну, мышечный гликоген, печень, жир, когда джигается жир. И когда я узнаю, что больше всех дефицита идет от магнезия, и вот эти крампы, все, уже начинаешь неправильно давать. Все думают, что какие-то пищевые добавки можно давать. Он же сухой лист не сделает, в футболе, там, мучимату не сделает, или там, мельницу борьбит. Да, нет. Это надо технически, тактически бороться тренеру, учиться. А медицина должна, вот эти дефициты, что есть, от организма, еще от социального. Правильно давать. Все думают, что очень дорогие, стоящие протеины, или аминокислоты. Нет. Надо давать то, что надо, что истратить. И что еще во время схватки, во время соревнований, там же еще есть стресс, гормональные, это вы правильно сказали, в любом возрасте не все можно давать. Потому что у человека появится свое «я», особенно вот в таком переходном возрасте, да, вот тогда еще психологический момент надо. Человек должен соображаться. И спортсмен тоже, почему говорит, должен сам говорить, что мне это не хватает. Если он замкнут, это очень трудно. И тренеру, и родителю, и врачу. Потому говорю, что хорошо, правильно надо диагностировать детей с разного возраста, и потом сохранять эту картотеку и посмотреть, какой растет. Как мышечная масса, как сердце, как печень, все, не буду это перечислять. Вот так уже ты смотришь, как надо правильные нагрузки давать. Все. Никаких проблем. Не должны врачи помогать тренеру. Но тренер должен слушаться, понимаете. Через «не могу» можно тот день. у меня были очень часто переломы, ребра, плечо, я могу показать. И все знают, что у меня два олимпийских чемпиона в Токио, они фактически одной рукой, сломаны рукой, позвоночками, ребрами, они стали олимпийским чемпионом. Но это же не рекомендация. Это тот день, спортсмен, я его в глазах увидел, что помоги, я буду терпеть. И ты должен помочь. Ты не должен, как стандарт, мы не предлагаем спортивные врачи, какие-то стандарты, какие-то слабости. Но когда спортсмен готов, и он может терпеть и контролировать, мы должны помочь. И он уже становится и героем, и большим спортсменом. А это уже пример для других. Знаете, самое главное, что я вот, когда видел на олимпиадах, на мировых, характер. Человек должен показывать характер. Ты можешь человека готовить годами для олимпиады, для мира, но самое главное, тот день он должен остановиться. Может, он не будет готов 100%, но если он будет этим характером, контролировать тактику, технику, физику, функцию, психологию, он сам небольшим человеком. Грузия на протяжении, и вообще грузинские спортсмены, на протяжении, особенно это касается борьбы, да, и в частности, дзюдо, сегодня показывают, и всегда показывали хорошие результаты на чемпионатах мира, Европы, олимпийских игр. на ваш взгляд, вот этот феномен в чем связан? Это генетический? Генетический, первое, генетический, и сейчас скажу я, кто сейчас руководит федерацией, кто-то, осчитывая, они тоже были очень хорошими спортсменами, и они тоже признавались в свои ошибки в месте медицины, и когда обсуждали, они сами потом придумали программу. Вот у нас, сейчас скажу, была программа 20-20, ну, кто-то ее перенесли, один год, ну, 20-21 скажем. Сейчас есть туда 20-24, и уже для 20-28. Значит, что делаем? Мы, когда проводим вот эти возрастные чемпионаты, выбираем, ну, 20-28, 7 высовых категорий, 20-28, и мы их закрываем, и даже делаем так, чтобы они, если возможность есть, чтобы они из провинции часто очень много приезжают, и генетически это тоже обследуем, мы учим там же, специально даем репетиторам, приходят учить их английский, допустим, русский, или что-то, математику, или историю, чтобы они не выходили, чтобы и восстановление было вовремя. Если две тренировки, и нормально кушать, нормально колорайш контролировать, и даже нормальный сон, потому что сон для меня, когда я спрашиваю, самый лучший восстановитель. Да, вот когда они в режиме, вот это уже помогает, вот эта программа у нас помогла, знаете как, из семей весовой категории пять человек, это было совсем много, и Бикаури, который он за олимпийский чемпион, стали, и Григолашвили, они молодые, и Майсурадзи, они были везде в программе, и проводили, как не кастинг, а конкуренцию, здоровая конкуренция была, смотрели, кто какой, как хорош, кто в хорошей форме, тот и боролся, а дзюдо это очень помогает, знаете что, рейтинг, как каждый раз проводятся гран-при, гран-члены, мастер-стиль, и там рейтинг, и они всегда пытаются, чтобы бороться, а эта форму сохраняет, и нормальный конкуренция, кто выиграл, и кто в рейтинг, они всегда в форме, мотивированы, вот это самое главное, понимаете, я всегда говорю, что не надо только тренироваться, и вот опустишь, чтобы подлыхать, нет, надо специфически тренироваться, когда ты готовишься, надо начинаться оттуда программу, там микроцикли, макроцикли, когда ты борешься, финал, когда ты борешься, олимпиады, и оттуда смотреть, но иногда бывают травмы, это травмы точно быть так, чтобы тренер знал, чтобы он поменял эту тренировку, чтобы он из формы не вышел, медицина там помогает, вот я считаю, что сейчас единоборство, да, и борьбе, и так далее, у нас результаты были, там пять медалей только от зернаистов взяли, и знаете, мы сейчас уже четыре финала были на Европе, но это, я считаю, нехороший результат пока, но они исправятся, потому что олимпийский чемпион, чемпионный мерекорд, проигрывают своих конкурентов, значит, где-то ошиблись, афтические, или техличие, или, может быть, лечить на войну, или функциональный готов, вот это надо исправить, и опять вернусь, что надо признавать свои ошибки. Есть такое выражение, победа любой ценой, на ваш взгляд, вообще, уместно ли такое выражение в спортивном поединке любой ценой победить? Любой ценой, смотрите, я не люблю, когда спортсмен, ну, негативное, дзюдо, негативную борьбу не любит, и еще, против соперника надо всегда быть джентльменом, вот это самое главное. Любой ценой, ну, можно там время провести, немножко там, чтобы, можно даже свистеть, но для, вот это, допустим, 5 секунд, 10 секунд, но когда негативное дзюдо, или негативная борьба, или негативная, сам пойдет, людям что надо? Хлеб и зрелище, да? Вот это зрелище немножко меняется сейчас, идет больше тактическая борьба, и физическая, ну, еще там, суды тоже планку подняли. Я считаю, что для меня победить, пусть победит всегда сильнейший, я болею за всех, я вот сейчас врач, соревнования, я и в комиссии по штанге, и в дзюдо, знаете, мне не интересно, кто там конкурент, потому что для меня все они спортсмены, все они мои друзья, все они пациенты, дай бог, не были пациентами, просто здоровыми закончили, но я же должен помогать всем, для меня безгладенничать. Так что, я всегда говорю, что надо победить честно, это самое главное. Маленькие лазики всегда есть, но это, я считаю, что надо до минимума довести, потому что и зрителям не нравится, по-моему, что надо, когда проигрываешь, и руку пожать, и обнять, и это, потому и борцовская семья, они друг друга, потому больше всех уважают друг друга. Ну, как вы сказали, принять, что это вот этот проигрыш, это мой проигрыш, а дальше уже анализировали. Все же выиграют, если, вот почему я сказал, у меня в финале проиграли олимпийские чемпионы, чемпионы мира, у тех, когда всегда выигрывали, 5 часов, значит, они подготовились индивидуально для этого спорта, значит, сейчас ты и ты подготовишься против него, проиграл, а мужики скажи, что я проиграл, все, и справь, все, и справь, и продолжать твою деятельность. Я хочу сейчас немножко поговорить, я думаю, многим интересно будет, и кто интересуется единоборствами, в частности, дзюдо, один из самых, наверное, феноменальных спортсменов национальной сборной Грузии, Алаша Шарбудуашвили, уже это будет у него, наверное, в Париже, ну, по крайней мере, еще не ясно точно, но он идет. У него конкурса пока нет. Хорошо, четвертый номер. На протяжении стольких лет на таком уровне участвует спортсмен, это 100% генетика, или все-таки это правильный тренировочный процесс, правильное все? Хороший вопрос, знаете, это не только Шарбудуашвили, это сами режимы, сами дисциплины, спортсмен. Он не талант, он талантный, он олимпиаду выиграл, не был чемпионом Грузии, не все выигрывали, но своей работой, своим, вот так вытягивал, он хотел, чтобы стать большим спортсменом, понимаете, и есть таланты, которые могут один час потренироваться и все патить, а есть, которые до конца бьются, чтобы его достиг внутренне зло, если так характер показывает, что не выиграли чемпионат Грузии, у меня конкурент, и как-нибудь должен попасть, я буду, и когда это замечает тренер, это уже хорошо, он это свой пример дает и другим, понимаете, он взял на олимпиадах золото, серебро, и на четвертую олимпиаду жрет, потому что опять сейчас Грузии, в этом весе, такая конкуренция, всех опережает, но смотрите, как он может справиться, то есть все-таки большие нагрузки, ну и конечно же... И слушает врачей. Слушает врачей. Да, самое главное, что он всегда, вот я могу сказать, что он всегда вот звонит, вот знаете, не всегда же я, ну врачи всегда умные, потому что у меня хорошая команда, и в дзюдо, и везде, в олимпийской, медицинской команды, и знаете, он всегда, всегда спрашивает, и всегда требует от них тоже, и не тоже требует от него, чтобы он честно, вот это самое главное. И в своей работоспособности он сделал так, что он стал первым грузином, который выиграл и мир, и олимпиаду, и Европу. Ну там есть уже догонят, ну дай бог, что на следующем олимпиаде там Бекаурия, Игорь Горчанович, они ему тоже могут это сделать, и Туршишвили, у них чего, у кого-то Европы не хватает, у кого-то минут, он был пример, он написал историю, потому что человек, который, я же говорю, не был талантом, я все говорю, он просто работяга, сделал своей работоспособностью, своим характером, вот этот результат, это пример для будущего. Вы вот сейчас сказали, что, конечно, мы врачи, точнее вы врачи, доктора, лучше бы, чтобы никто не болел, и так далее, но если никто не будет болеть, кто к вам будет приходить? Вы же потеряете работу. А мы будем болельщиками, что за проблема? Мы же тоже команда, команда, сзади команды, эта команда, мы же тоже там. Или все-таки, доктор, он не обязательно, чтобы все болели, доктор, для того, чтобы консультировать, чтобы сдастся, я же тот день, я может хорошо там буду там это настраивать, или воду дам, или что-то, массаж, это все он должен собрать. Это все лекарь? Да, лекарь, но я всегда говорю, что я на Олимпиадах бравцы холлоков, вот всегда говорю, первые же в Сиднее, когда меня назначили, взял самого лучшего моего учитель. Знаете, я думаю, что сейчас такая вот, когда выходы финальный блок, тренер и спортсмен, врач сидит на углу уже. Кстати, врач должен где-то в кулисах настроить, последние слова говорит тренер. Я считаю, что тренер должен быть самим хорошим психоматом. И спортсмен должен слушать этот голос. Голос единственного человека, потому что он не должен на трибуне искать кого-то. Все кричат, все орудие, все хотят, чтобы и давай выиграешь, это сделай, там это прием, это нет, он должен одного слушать, потому что он не должен теряться. Вот эту ауру сможет создаваться как раз. Это надо привыкнуть. Зураб, в завершение нашего небольшого интервью, но на мой взгляд, очень интересно, можно еще много с вами разговаривать, мне очень интересно, еще много есть вопросов, но мы с вами еще встретимся, я думаю, что бы вы могли пожелать всем, тем, кто занимается самбо, дзюдо, другими видами, да, спорта, какое-нибудь пожелание. Вот я видел на чемпионате мира, человек, который с 9 лет, который не был чемпионом мира, он бился, бился, бился и стал чемпионом, да, и он тебе вот так. Это тоже пример, да, для кого-то, для самбо, для себя, для себя. Я желаю, что если ты решишь, что хочешь большим спортсмом, не иметь вид спорта, да, тоже не иметь кумира, но из этого кумира надо взять хорошие, да, вещи, там, положительные для себя. Я считаю, что один умный человек говорил, что когда ты что-то начинаешь делать, и что-то не получается, над тобой смеются, продолжаешь ты свое дело тренировать, тренироваться, там, готовиться, над тобой стыклять нечуть, а то в следующей фазе, над тобой воюют, борются, а в конце, если ты продолжаешь прогулку, и выигрываешь. Я желаю, что все выигрывали, и желаю всем, честно бою, выигрывать, потому что кто будет слушаться, и будет достигать, и признавать свои ошибки, и справлять потом, они всегда достигнут, вещи досидеют. Ну и в заключении, какой-нибудь хороший грузинский тост. О здоровье. О здоровье, да. Знаете, если можно, количество можно, официально я числю, ну, может, сто получит на воду, но прийти, я сделаю, смогу, чтобы поднять, без видов, трудно, но я всегда скажу, что жизнь, которую Бог дал, да, надо использовать так, чтобы вот это здоровье, вот это, это сделать много добрых дел, иметь хорошие друзья. люди, и, я скажу вот так, о спорте, самое главное, что каждый спортсмен, вот над нами флаги, да, это поднять флаг и гимн, да, за деньги нельзя купить хоть капли совести, силой нельзя завоевать сердце женщины, и у нас единственное, это Родина. За твою Родину, за твой флаг и гимн, за твоих фанов женщин, и за это честь, я желаю здоровья всем, чтобы это свои мечты все исполняли. Зураб, спасибо большое за беседу, что вы согласились со мной побеседовать, и я желаю вам то же самое от себя, ну и присоединяюсь к вашим словам тем зрителям, которые будут смотреть наш интернет. Спасибо большое. Спасибо вам. Удачи. До встречи. До свидания. До встречи.